Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Это видео о расхламлении и о покупках для дома. Не собиралась делать расхламление, потому что как-то мне казалось, что я неплохо произвела его в свой челлендж, когда я делала месяц. Но сейчас я покупала некоторые вещи для дома, и у меня после большого расхламления такое правило, что если я что-то в дом покупаю, то я тогда от нескольких вещей все пересматриваю, что уже приходит в негодность, избавляюсь. И также у меня тоже я с вещами с какими-то, вот я себе купила сейчас летнюю сумку, но до этого одну продала из расхламления и две унесла в контейнер с одеждой. В общем, стараюсь так, чтобы не захламлять дом вещами, проверять, что уходит, что приходит на место. Так, в первой части покажу небольшое расхламление, а во второй части покупки для дома из моего любимого магазина интерьерного. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Наконец-то я решилась все-таки вот этого Мишку избавиться от него. Покупали очень давно, когда дочка совсем маленькая была. И это не из тех игрушек, когда вот дети бывают привязываются к игрушке, ходят, там с ней спят. Это никогда у дочки не была такой игрушкой. Был этот Мишка чаще в моей комнате валялся, я его перекладывала то из шкафа, то на диван, то еще куда-то. Вот он до сих пор так и кочует, нет ему места, поэтому я отдаю его. Ну, наконец-то, для меня наконец-то дочка была не очень довольна, потому что, несмотря на старость, ей этот миксер очень нравился. Расхламляю миксер. Он у нас упал и совсем тут уже отломалась эта часть. Ему, я не совру, наверное лет 30. Это вот немецкое качество, когда-то давно, когда только открылись поездки, во времена, там, после советских этих времен всех, родители привезли из Германии этот миксер, и он до сих пор служил. И если бы не упал, служил бы еще, но он уже такой просто отслужил свое, морально устарел, там он и провод тоже испортился. Наконец-то я его расхламляю с благодарностью за то, что он нам столько лет служил. И еще несколько небольших вещей, ножницы, тоже отслужили свое, здесь уже везде, где это пластиковая часть, уже все это обваливается, разваливается, очень неудобно и неприятно. Расхламляю их. Проверила аптечку, то, где вышел срок годности, и очередные мои капли я всегда использую, но тут после открытия 45 дней срок, чуть-чуть осталось, 45 дней уже прошло. И последняя на сегодня вещь для расхламления, это такой чехол для карточек. Всегда этих карточек очень много, разных магазинов, но решила не таскать их все с собой, потому что здесь эти части все рвутся. Буду носить только те, которые нужны для каждодневного использования, остальные брать по необходимости. Вот такое небольшое расхламление. Надеюсь, тоже расхламлениями мотивирую и вас избавляться от каких-то старых ненужных вещей, особенно приобретая новые. Вот что касается, допустим, там гардероба, я говорю, что я рада, что от сумок старых избавилась. Теперь у меня минималистическое количество, но все мне очень нравятся и все замечательные. А теперь покажу покупки для дома. Очень люблю этот магазин для каких-то вот интерьерных вещей, для посуды. Очень он мне нравится, C&D Style. Но он такой у нас не самый бюджетный. И обычно я делаю там покупки, когда бывает 25% скидка на все. И вот сейчас коробку я еще даже не открывала. Здесь есть вещи, которые бьются. Надеюсь, что все пришло в целости, в сохранности. Посмотрим вместе. Так, открыла коробку. Здесь большой пакет. Ай, они просто складывают эти тоже пакеты. И тут он не один, и тут много. А, сразу чувствуется аромат. Они какой-то тоже аромат для дома, наверное, брызгают. Я надеюсь, что мои ароматы не разбились. И здесь, да, тоже рекламы всякие. Скидка на Локситан. И счет-фактура. Ну, посмотрим, что внутри. Упаковывают они всегда хорошо. Тут много бумаги тоже в коробке, пупырки. Я ничего не выбрасываю сразу. Обычно использую повторно, чтобы тоже кому-то на винт, когда что-то продаю, снова запаковывать посылки. И они всегда бесплатно тоже упаковывают красиво с ленточкой, как подарок. Так, я часть упаковки сняла, потому что это видео затянулось бы еще на полчаса. Столько пупырки было. Оставила только вот эти красивые упаковки. И покажу, что купила. Это я взяла такую салфетку для серебра. Тоже читала отзывы в интернете. Именно вот на этот бренд. Там есть и салфетки, и потом есть тоже такие специальные жидкости. Но у меня не очень много серебра. Но кое-что, то, что есть, хотелось бы в хорошем состоянии держать. И вот я взяла такую салфетку. Насколько я поняла, ее стирать нельзя. Если как-то стирать, то нужно, наверное, потом смачивать специально в этой жидкости. Но она большая. Я думаю, что мне ее хватит на какое-то время попользоваться, почистить все мои изделия и держать их в порядке. Дальше я взяла такое симпатичное мыло для гостей. Ну, это, конечно, не для гостей. Это мы сами используем. Очень красиво смотрится. Взяла. Я раньше брала другие ароматы, но решила взять вот эти, потому что они иногда, когда вот свои открытки эти кладут, парфюмированные, мне понравились. И здесь я взяла вот такой диффузор с палочками. Я когда-то говорила, что я люблю только черные палочки. Ну, вот эти с такими. Буду тоже его пробовать. И взяла тоже этой же марки. Брызгающий аромат для дома. Один должен быть по описанию сладкий, другой более свежий. Сейчас посмотрю, как. Это очень легкая баночка. Это, наверное, маленькие. А вот это такое тяжелое стеклянное. Сейчас открою. Здесь тоже так все красиво связано леточкой. Мне очень нравится, что они вот так все пакуют красиво, как подарки. Да, вот такой небольшой флакон. 30 миллилитров. Запах такой очень-очень классический. Ну-ка, фокус. И, конечно, можно палочки регулировать, сколько хочется, чтобы был более интенсивный или менее интенсивный аромат. Вот я говорю, что я все-таки люблю больше черные палочки, но с этим будут тоже неплохо смотреться деревянные. Так. Здесь это, наверное, такие маленькие штуки для десерта. Я уже даже не очень помню. Так, люблю такие всякие приятности для дома, чтобы есть по чуть-чуть и красиво. Мне очень нравится сам тогда процесс. Ну-ка. Да, такие маленькие. Я, правда, представляла себе, что они будут стеклянными. Я думаю, что это все-таки, наверное, пластик. Да, я себе немного другими их представляла. Это... А может быть, это стекло? Может быть, это такое стекло, но вот так смотрится очень красиво. Это какой-то маленький десертик кофе-класть. Тоже таких взяла две. И у меня уже есть посуда этой фирмы. Синяя такая. Мне очень нравится. Вот. И такие маленькие штучки для какого-то маленького десерта, чего-то маленького. Очень приятно. Они... Да, все-таки это, наверное, стекло. И оно безумно-безумно такое хрупкое. Не знаю, как долго они у нас продержатся. Я взяла две себе и дочке. Но я очень люблю, вот, когда пью кофе утром, чтобы там или какую-то конфетку положить, или, может, какой-то макарон, печенье какое-то. Очень приятные. Так. Это фужеры для коктейлей. Очень давно мечтала о каких-то таких, но все как-то не было возможности приобрести. Даже не то, что не было возможности, не было такого сильного желания. А вот сейчас лето. Время как раз таких всяких приятных напитков прохладных. И очень захотелось вот такие кофейные фужеры. Изначально я заказала немного другие, но в магазине написали, что они закончились. И решила поменять вот на такие классические, тоже с таким золотым ободочком. Думаю, что очень удобно в них и лед класть, и, может быть, тоже какой-то просеку заливать, и делать какие-то коктейли с ликерами. Или безалкогольные коктейли, тоже сейчас фруктовые. Очень красивые фужеры. Это тоже фужеры. Вторая упаковка. Взяла всего 4. Хотя обычно, наверное, все берут 6, но у меня просто нет места составлять их. Ряд дела. Базы для фруктов. Ну, конечно, можно не только, наверное, фрукты класть, но у меня вот была основная цель именно для фруктов. И очень хороший такой размер. Она не очень большая. Там 2, по-моему, было. Я поменьше, которые немножко взяла. И как раз такая в любой интерьер, мне кажется, вписывается. Тут какие-то вмятинки, но, наверное, это так и должно быть. Надеюсь. Вот, очень симпатичная. И последнее тоже, что какая тут покупка, это вот такой вазон. Тоже я взяла побольше. Я очень-очень давно свой единственный цветок хочу пересадить. Сейчас я попробую показать его полностью. Очень давно я вот искала такой металлический, золотой, чтобы был этот оттенок. И, наконец-то, нашла. И мне даже кажется, что он по размеру подойдет. Но это я, цветовод еще тот, буду советоваться с моей коллегой. Она очень хорошо умеет пересаживать и растить цветы. Ну, в общем, он вот так тоже на ножках таких выглядит. И как раз мой цветок будет повыше немножко. Мой единственный любимый цветочек будет в таком вазоне. Но я думаю, что сюда нужно, наверное, будет вниз еще какой-то вазон. Может быть, керамический. Но вот этот такой декоративный. Как раз то, что я хотела. Очень надеюсь, что по размеру найду внутренний вазон. А может быть, даже пластик. Я не знаю, кто занимается цветами. Напишите, какие обычно используются. Пластиковые или керамические какие-то вазоны. Вот такие покупки для дома. Напишите в комментариях, любите ли вы такие какие-то вещи для дома покупать. И, конечно, я... Ну, может быть, только вот эта вещь такая малофункциональная. Скажем, вот эти птички. Но они такие милые. И если это в удовольствие, я считаю, что это тоже хорошая покупка. Остальные все вещи очень функциональны. И все будут использоваться. Ничего не будет стоять просто так. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok